МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В США смена президента. Весь мир замер в ожидании его первых шагов. Не мандат, малина. Сколько рабочих дней запланировали депутаты на следующую сессию? Колеса для полицейских. Нацполиция все-таки выбросила миллиард на японские автомобили. Формула космических платежей. Киевлянам рассказали, почему с них дерут три шкуры за тепло. Начинаем с главной новости не только сегодняшнего дня, но и ближайших лет наверняка. С возможного старта новой политической эры. То, чего весь мир, одна половина с нетерпением, вторая с опасениями, ждали несколько месяцев, свершилось. США принял присягу 45-й президент. Инаугурация началась в 7 вечера по Киеву. За ее ходом следил мой коллега Дмитрий Анопченко. У него и узнаем все подробности. Дима, приветствую тебя. Скажи, что сейчас происходит в Вашингтоне? Леш, ну на самом деле, все, что могло случиться важного, оно уже было и оно еще будет впереди. Вот сейчас небольшая пауза, в которую, собственно, я и смогу вам все рассказать. Дело в том, что меньше часа назад в Америке сменилась власть, появился новый президент. Вот мы находимся сейчас в Капитолии. Я не знаю, будет ли видно зрителям, но я покажу. Вот там вот у нас идеальная была точка. Вот там вот просто у меня за спиной была трибуна, откуда выступал президент Трамп и где, собственно, и проходила церемония его присяги, церемония инаугурации. Хочу сказать, что вот отсюда, с балкона прессы и из кулуаров, там, где мы смотрели и за протестами, и за участниками, и за теми, кто пребывал, церемония выглядит абсолютно по-другому, чем во время официальной трансляции, которую многие, может быть, видели. Ну, а в чем разница? Я сейчас подробно расскажу. Ну, во-первых, давайте понимать, что, в принципе, когда мы говорим, стоило ли ожидать у Трампа другой церемонии, другой церемонии в целом быть не могло, потому что правила проведения церемонии не меняются уже от 200 лет. Ну, дело в том, что в законе нигде не прописано, как должна она проходить, но в Америке чтят традиции. Ну, и традиция есть традиция, они иногда важнее закона. Дело в том, что все эти годы, все эти два столетия их придерживаются. В частности, должен прийти и проигравший. Все вспоминают 1801 год, когда на церемонию Джефферсона не пришел его конкурент. Во всех школьных учебниках эта история прописана, и его конкурента, вот, школьники вспоминают, как самый негативный пример в истории Америки. Поэтому, разумеется, и Хиллари не могла не прийти. Она появилась вот здесь, вот совсем недалеко было место, где она была с Биллом Клинтоном. Присутствовали также и Буши, присутствовал также Джимми Картер. Было интересно проследить за реакцией публики, и вот, публика приняла ее очень неодобрительно. Были даже выкрики, вот оттуда, снизу, где расположены трибуны для приглашенных. Ну, разумеется, никто не ждал, что на инаугурации Трампа ее примут восторженно, но, тем не менее, приняли более чем прохладно, вот даже выкриками. Ну, и далее. Разумеется, сегодня был завтрак, который должны провести. Две президентские читы, Обама с женой и Трамп с женой. И затем президент будущий, президент уходящий отправились вот сюда, к Капитолию. Что интересно, об этом вряд ли говорили в прессе, но мы за этим наблюдали. В тот момент, когда уже и Обама, и Трамп ушли из Белого дома, сразу начинается грандиозная работа, вывозят вещи читы Обамы. Десятки грузовиков готовы к этому моменту. И охрана, и горничная, и личный персонал. Никто из них не приходит на инаугурацию проститься с уходящим президентом. Они очень активно, буквально за несколько часов, должны спаковать все коробки. Зрители этого не видят. Разумеется, зрители во всем мире следили за официальной церемонией. Ну, а официальная церемония здесь была очень и очень масштабной. Все ждали выступления Трампа. Все знали, что он пишет его сам. Все знали, что он взял, как пример, выступления Рейгана, которые были всегда очень эмоциональными, знаете, такими яркими и точными. И выступления, которые были у Кеннеди с его знаменитыми словами, которые в историю вошли. И вот, затаив дыхание, все на самом деле ждали, что же скажет Трамп. Как же он сформулирует главные принципы на ближайшие 4, а может быть и 8 лет. И вот, что он сказал. Давайте послушаем. Сегодня необыкновенная церемония. Потому что мы не просто передаем власть от одной администрации ко второй, от одной партии к другой. Мы передаем власть из Вашингтона назад. Вам, людям. Мы укрепим старые союзы и создадим новые. И объединим цивилизованный мир против исламистского терроризма, который полностью сотрем с лица земли. Дима, ну ты говоришь, что церемония была масштабной. Скажи, вот насколько масштабными, массовыми были протесты накануне инаугурации? Некоторые ведь даже угрожали ее сорвать. Леш, ну это очень ожидаемый вопрос. Дело в том, что накануне инаугурации много групп было в Фейсбуке, много было общественных активистов, которые говорили, что мы организуем здесь настолько массовые акции протеста, что просто заблокируем все блокпосты, люди не смогут на инаугурацию пройти. И я накануне инаугурации, вот вчера разговаривал с политиком, который общался с полицейскими, из первых уст получил информацию, вот поделился со мной тем, что полиция получила очень четкий приказ. Да, люди могут протестовать, да, это свободная страна, люди имеют право провести свои акции протеста, но за пределами периметра. А это значит, что если кто-то из протестующих попытался бы прорваться в периметр, где проходит инаугурация, то полиция имела полномочия очень жестко реагировать. Что означает очень жестко, ну, можете судить сами, но вот фраза была очень жестко. Что касается мер безопасности, то, конечно же, они, ну, просто чрезвычайные. И снайперы на крышах, и вертолеты в воздухе, и несколько сегментов, вот тут всю эту территорию разбили на квадраты. Ты заходишь в один, попадаешь в другой, потом в третий. И все для того, чтобы протестующие не прорвались. Ну, а протестующие, протестующие митинговали за пределами этого периметра. И вот та картинка, которую видели сегодня и мы, и многие журналисты. Действительно, все было очень серьезно. Если бы это было у Капитолия, на самом деле, церемония могла бы и сорваться. Потому что это было более 500 человек в черных масках. Люди, которые с палками, камнями громили соседние магазины, разбивали витрины, к примеру, и Старбакс, и Бэнк оф Америка пострадали. Ну, вот без лишних слов, без лишних комментариев, просто предлагаю вам. Посмотрите, как это было сегодня в Вашингтоне. Много людей говорят, просто примите результаты. Знаете, мы тут не для того, чтобы помешать Трампу стать президентом. Мы здесь просто, чтобы выразить наше мнение. Америка свободная страна. И здесь всегда смогут высказаться обе стороны. Это мы и делаем. Ну, а что касается самого периметра, то, в принципе, те, кто уже проходили вот сюда, поближе к Капитолию, протестующих было очень мало. Ну, буквально небольшие группки. Если, может быть, вы по видео увидите, люди под видом приглашенных проходили и пытались протестовать. Полиция им особо не мешала, потому что они были настроены мирно. С другой стороны, было очень много людей, которые поддерживают Трампа, которые за него голосовали. И автобусами их привозили со всей Америки. Мы разговаривали с ними. Были люди, которые и сутки, и двое, вот только задумайтесь, на машинах добирались из отдаленных штатов. В основном это штаты, где голосовали за Трампа. Разлетались просто красные кепки с надписью «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова Великой». Предвыборный лозунг Трампа. Люди шутили, что, мол, поносим их 4 года. Ну, а на следующие президентские выборы, потому что тут никто не сомневается, что Трамп будет баллотироваться, лозунг изменится. Трамп этот лозунг даже уже предложил «Сохраним Америку Великой». Разлеталась буквально из всех сувенирных киосков эта вся продукция. Ну, а люди делились с нами своими ощущениями. Вот послушайте. Он говорит о нас. Дональд такой, как мы. Он надеется на нас, обращается к нам. У нас теперь президент, который один из нас. Мы настроены очень оптимистично. Он преодолеет бюрократию. Он вернет рабочие места. Я думаю, это будет очень хорошо для этой страны. Ну, и то, что происходит в эти минуты, я хотел бы вам сказать. Во-первых, Америка замерла в ожидании парада. Вот огромные трибуны здесь устроены. Все ждут парада. Парад начнется в 3 часа дня по местному времени. Колона, который возглавит Дональд Трамп, парад, который будет около Белого дома принимать Дональд Трамп. Зрелище, ради которого стоило в этот день приехать в Вашингтон. Сейчас, вот небольшая пауза, это обед. Обед в Конгрессе. Что тут важно? Как сказали в штабе Трампа, Дональд Трамп собирался вообще от этого обеда с конгрессменами отказаться. Посчитал, что это, ну, просто ненужная формальность. Но выяснилось, что все равно. Ему в ближайшие дни должны утверждать новую команду в Конгрессе. Ему нужна поддержка и демократов, и республиканцев. Именно поэтому он решил не пренеберегать традиции, с ними пообщаться, пообедать. Но, тем не менее, очень сильно чувствуется, что конгрессменов, новый президент, вот уже сейчас держат на расстоянии. Студия. Дима, ну ты говоришь, что много американцев приехало на инаугурацию. Не секрет, что многие политики со всего мира съезжаются, съехались в эти дни в США. Как много украинцев приехало, можешь нам сказать? Да, конечно, меня тоже интересовал этот вопрос. Я зрителям поясню, просто чтобы было важно. Процедура не предусматривает присутствие первых лиц государств. Потому что, ну, тогда меры безопасности сегодня чрезвычайные, наверное, были бы экстренные какие-нибудь. Первых лиц не было. Первых лиц и не ожидали. Они и не приглашались, потому что так не принято. Но зато приехало очень много политиков, в том числе много политиков украинских. Много знакомых лиц мы здесь видели. Ну и вот, в частности, были те, кто, что самое удивительное, выступали все это время против Трампа. Кто пытался против Трампа и агитировать, и как-то высказываться. Мы встретили Сергея Левочкина в Вашингтоне сегодня. У него много встреч было с утра. Он здесь по приглашению американской стороны. Вот как раз я этот же вопрос ему задал. Давайте послушаем, что он ответил по поводу украинцев. Еще два месяца назад, много кто просто брал участие в кампании оппонента новообранного президента Трампа. Много кто вообще не верил в возможность его победы. А сейчас тут, в Вашингтоне, есть даже одна очередь из тех, кто желает взять участие в инаугурации. Но я ставлюсь к тому, что украинцы сюда едут очень позитивно, потому что нам всем нужен мир. И заради этого нам нужно установить, какомога больше контактов и открывать новых возможностей в співпрасти с новой администрацией. Ну и давайте понимать, что когда украинские политики говорят об этих контактах, дело в том, что они же не только на инаугурацию приехали посмотреть. Сегодня вечером будет огромное количество так называемых балов. Слово красивый бал, но на самом деле это возможность неформально пообщаться со всеми теми, кто войдут в команду Трампа, кто входят в команду Трампа, кто вот-вот получат должности в новой администрации. Завтра будет так называемый молитвенный завтрак, когда тоже будет возможность вот просто за столом неформально поговорить с новой командой, со всеми, кто будет определять политику Соединенных Штатов в отношении Украины. И вот этот вопрос, что же изменится в Соединенных Штатах, изменится ли отношение к Украине после прихода Трампа, разумеется, все себе сегодня задают. И вот наш собеседник Сергей Левочкин, с которым я с утра общался, тоже этот вопрос во время своих американских встреч коллегам задавал. Вот его ответ. Есть надеяние на то, что новообранный президент будет держать украинские вопросы в поле своей внимания, и то, что эта новая энергия даст наконец-то Украине возможность стать мирной страной. Потому что без мира, на самом деле, неможливый экономический развиток. А вот так мы не сможем снизить тарифы. У нас никогда зарплата и пенсии не наздужинут цены в магазинах, и мы никогда не сможем выйти из этой системной кризи, в которой находится наша страна. Мир – это первый приоритет для украинских политиков. То, что сейчас тут происходит, это огромная традиция Америки про мирную передачу влады, которую, на самом деле, нужно учиться в Украине. Потому что колишние оппоненты, когда кампании, были достаточно жесткие бои, баталии тут, сейчас сидят рядом, под час инаугурации, и объединуются заради того, чтобы сделать Америку снова великой страной. Ну вот такая она, американская традиция. В день инаугурации даже старым врагам, даже заклятым врагам, даже противникам примириться. Действительно, это происходит. Разумеется, будут акции протеста. Были сообщения, мы говорили об этом в новостях в СМИ, о том, что многие уже получают деньги, нанимают протестующих за деньги. Завтра здесь будет грандиозный марш десятки тысяч человек, марш разгневанных женщин. В том числе, даже Мадонна собиралась на него приехать. Шер его организовывает. Но вот, несмотря на все это, несмотря на акции недовольства, случилось, произошло. Произошел и перелом в общественном сознании, и произошла вот эта смена власти, которая случилась после выборов. Но вот сегодня официально, формально все должно было произойти. Дональд Трамп теперь уже официально новый президент, 45-й президент Соединенных Штатов. Президент, который очень многое обещал поменять. В том числе и обещал в своей инаугурационной речи. Киев. Спасибо, Дима, за работу. Ну, то все, что не успел сказать в подробностях, успеешь нам рассказать в черном зеркале, мы с тобой обязательно свяжемся в самом начале программы. Будет это где-то около 21 часа. Это я уже напоминаю зрителям. С нами на связи был Дмитрий Анопченко. Мой коллега лично присутствовал на инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Америки. Кстати, хочу отметить, что за происходящим в Вашингтоне внимательно слезят в эти минуты мои коллеги. Все самое интересное, как сказал Дмитрий, там сейчас небольшой перерыв перед парадом. Он обещает быть масштабным и ярким. Все самое интересное по видео, что мы будем получать, вы будете видеть в течение подробностей в нашем поле окне. Не забывайте об этом. На эффективное сотрудничество с новым хозяином овального кабинета в Белом доме надеются и в Украине. Об этом заявил президент Петр Порошенко, отвечая на вопросы иностранных корреспондентов в Давосе. Глава государства подчеркнул, в сложившейся ситуации взвешенная политика НАТО – единственный механизм, способный поддерживать безопасность в мире. Мы надеемся на продолжение эффективного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами. Поддержку трансатлантического единства НАТО является единственным механизмом поддержания безопасности. Я считаю, что продуктивное сотрудничество, в том числе в сфере безопасности и обороны, очень важно как для Украины, так и для всемирной безопасности. О Дональде Трампе сегодня говорили во всем мире, ведь иноугурация стала главным событием дня не только в Штатах. Как отреагировал мир на смену хозяина в Белом доме, расскажут наши корреспонденты. Трамп в Великобритании у всех на устах. Газеты отводят первые полосы новому американскому президенту по телевидению во всех программах, от развлекательных и юмористических до серьезных ток-шоу, только и разговоров об инаугурации. Пытаются гадать, как повлияет хозяин Белого дома на бизнес, подпишет ли новое торговое соглашение с Лондоном, найдет ли общий язык с кабинетом Терезы Мэй. Премьер сегодня молчит, но ее коллеги по Кабмину не скрывают переживаний. Смена администрации в Вашингтоне для нас огромный вопрос, как и для Европейского Союза. Вы знаете, что из-за Брексита мы все в подвешенном состоянии, и перемены в американской политике добавят еще больше неопределенности. Посмотрим, во что это вылится. Ну а для противников Дональда сегодняшний день это лишний повод для протестов на Тауэрском мосту. Активисты вывесили плакаты с призывами сводить мосты, а не стены строить. И это только первая из многих акций на Туманном Альбионе. Завтра выходной на улице обещают выйти тысячи. От женщин до представителей разных рас и религий. А вот как в континентальной Европе настроены про- или антитрамповские, узнаем у нашего собственного корреспондента в Берлине Татьяны Лагуновой. Оксана в Берлине. Сегодня шампанское не пьют. В Германии никогда не скрывали, что хотели бы видеть в Белом доме не хозяина, а хозяйку Хилари Клинтон. Да и новый президент США симпатии немецких политиков завоевывать даже не пытался. Напротив, в адрес Ангелы Меркель отпускал колкости. Чего там только не было. Миграционную политику канцлера Трамп называл чудовищной ошибкой. Говорил, что она только вредит Германии и так далее. Но Ангела Меркель это политик, который руководствуется не эмоциями, а прагматическими интересами. Поэтому официальный Берлин занял предсказуемую выжидательную позицию. Мол, надеемся на сотрудничество и готовы к диалогу. Немецкие СМИ сообщают, что сейчас в Берлине разрабатывают разные сценарии будущих отношений между Европой и США. И уже готовят встречу Ангелы Меркель с Дональдом Трампом. Скорее всего, канцлер попытается донести до Вашингтона посыл, который сегодня, в день инаугурации, сформулировали немецкие демонстранты. Они провели символическую акцию на месте, где стояла Берлинская стена. И призвали Трампа вместо барьеров строить мосты. Вступление в должность нового президента США обсуждали сегодня и в Давосе. Слово моей коллеге Светлане Чернецкой. В принципе, президентство Дональда Трампа здесь, на полях Всемирного экономического форума. Тема номер один, вот уже четвертый день подряд. Политическая и экономическая элита пытается понять, поменяется ли риторика Трампа президента, в отличие от той, которую использовал Трамп-кандидат. Здесь очень надеются, что все-таки изменится. И 45-й президент США будет более рассудительным и в словах, и в действиях. Много шума наделало его недавнее высказывание о том, что НАТО устаревшая организация. Также многих пугает его риторика в отношении Москвы. Давно не было столько много вопросов без ответов. Я очень надеюсь, что обеспокоенность Европы, вызванная действиями и заявлениями США, скоро исчезнет. Участники форума едины в одном, что сейчас время полной непредсказуемости. И действительно, очень многое будет зависеть от того, какой политической линии будет придерживаться новый хозяин овального кабинета. Светлана Чернецкая, Оксана Кундеренко и Татьяна Лагунова. Подробности телеканал Интер, Лондон, Берлин, Давос. Но, конечно же, в Давосе в последние дни говорили не только о Трампе. Сегодня там завершился Всемирный экономический форум. Чем запомнится очередная встреча мировых лидеров и мультимиллионеров в швейцарских Альпах? Итоги подведет Светлана Чернецкая. 45-й Всемирный экономический форум в Давосе подошел к концу. Эта престижная встреча в швейцарских Альпах собрала представителей 90 стран мира. В этом году форум прошел в атмосфере полнейшего смятения. Как планировать будущее, если совершенно непонятно, какой будет политика новой администрации Белого дома? А игнорирование форума со стороны многих европейских лидеров только подчеркнуло кризис в Европе. Уже первое выступление на форуме показало, расстановка сил в мире может значительно измениться. Глава Китая Си Цзиньпин стал настоящей сенсацией. Он первый лидер Поднебесной, посетивший Давос. Неожиданно для многих коммунистический Китай выступил приверженцем глобализации и свободной торговли. Такой себе намек на место лидера, то есть Соединенных Штатов. Ведь там, похоже, при президентстве антиглобалиста Трампа сосредоточиться на внутренних проблемах. Конечно, сейчас Китай активизировался из-за сигналов, исходящих из Вашингтона. Пока что есть ощущение, что Соединенные Штаты будут не такими заинтересованными в свободной торговле и открытой глобальной экономике. Это еще не факт, но уже очень настораживает. И это довольно неожиданный поворот, что Америка станет по одну сторону в данном вопросе, а Европа и Китай по другую. Сам Трамп показательно на форум не приехал. Дескать, ему нечего делать на встрече глобалистов и мультимиллионеров. Более важные дела, чем Давоский форум, нашлись и у многих европейских лидеров, среди которых главы Германии, Франции, Испании и Италии. Так что, по сути, главных игроков мировой политической арены в швейцарских Альпах не было. В отличие от коллег, британский премьер сочла важным приехать сюда и объяснить свою позицию по Брекзиту. Впрочем, ясности это не прибавило. Великобритания должна столкнуться с периодом важнейших перемен. Это означает, что мы должны пройти через жесткие переговоры и создать новую роль для себя в мире. А еще это означает признание того, что дорога впереди будет временами неопределенной. В отличие от предыдущих годов, отдельных тематических сессий по Украине на форуме не было. Но о нашей стране говорили немало, особенно в контексте поведения России на международной арене. А президент Порошенко в рамках форума провел целый ряд встреч с лидерами других стран. Некоторые вызвались помочь Киеву финансово. Например, Швейцария выделит 100 миллионов долларов, Международный комитет Красного Креста 60, а на встрече с директором Международного валютного фонда Кристин Лагард наша делегация обсудила последние технические условия для выделения следующего транша в 1 миллиард долларов. Светлана Чернецкая, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер из Давоса, Швейцария. Еще на шаг ближе к безвизу. Европарламент проголосует за механизм при остановке безвизового режима в начале марта. Об этом заявил Рикард Йозовик, журналист Радио Свобода в Брюсселе, который специализируется по вопросу украинской евроинтеграции. Вот по его данным, после всех технических процедур в ЕС непосредственно украинцы смогут получить безвиз в конце мая, начале июня. Голосование по этому вопросу состоится именно в начале марта. Это означает, что трехсторонние переговоры пройдут где-то в конце марта, начале апреля. И сразу за ними будет голосование. Так что я думаю, что либерализация визового режима может произойти где-то в мае, июне. Корпорация «Рошен» прекращает работу в России. Это решение было принято из политических и экономических соображений, говорится в официальном заявлении компании. В последнее время деятельность фабрики постоянно критиковали в российских СМИ. Продажи сократились в разы. Проблем добавил и арест имущества, наложенный Следственным комитетом РФ, отметили в корпорации. Полная остановка и консервация всех объектов производства запланирована на апрель. Под сокращение попадут 700 работников. Отреагировали на события и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал закрытие липецкой фабрики «Рошен» суверенным решением акционеров компании. Напомню, владелец корпорации «Рошен» президент Украины Петр Порошенко. Во время президентской гонки он обещал продать компанию, впрочем, объяснил, что не нашел покупателей и передал бизнес в так называемый «слепой траст» на время своего президентства. Отработали. Депутаты торжественно закрыли пятую сессию восьмого созыва и снова ушли на двухнедельный перерыв. Впрочем, уже появился график работы на следующую неделю. Перетруждаться нардепы, похоже, не собираются. На полгода запланировали всего 44 пленарных дня. Что успели сделать, что нет и почему так до сих пор и не решили проблему прогулов? Смотрите в сюжете. Кто-то в Давосе, кто-то в Вашингтоне. Собраться депутаты даже на торжественное закрытие под куполом не смогли. По традиции сначала час вопросов правительству. Впервые без премьера. Причина отсутствия уважительная. День рождения. На вопросы нардепов о том, когда назначат главу Минздрава, отвечал первый вице-премьер. Когда вы внесете в Верховную Раду кандидатуру на посаду министра охороны здоровья, кто понесет персональную ответственность за то, что взорваны все тендеры и международные закупки в 2016 году. Ульяна Супрун, которая выполняет обязательства, работает с общественностью. Она открыта к дискуссии. Она открыта к признанию сильных и слабых сторон. И она готова изменять сегодня реформование. Это честная, это честная людина. Никто не ставит поза сумнів честность и порядность, как люди, кандидата на посаду министра Супрун. Если вы ее поддержите, вопросов нет. Внесите ее в зал. Нехай люди проголосуют. Ответы нардепы так и не услышали. Как и на вопрос, почему киевлянам пришли космические платежки за тепло. Вчера в засобах массовой информации прошли досы такие вражающие ситуации с платежками по 7 и больше тысяч. И такие случаи, на жаль, имеют место. По каждому из них разбирается и в наших урядовцах. И еще несколько риторических вопросов в полупустом зале. Сколько еще нужно втратить наших життей? Сколько нужно втратить тысячелесового фонда? И втратить бюджетный кочер, чтобы мы нарешли, что простын належит народу Украины, а не только криминальным структурам, которые сегодня грабуют нашу краину. По графику после часа вопросов правительству депутаты должны были рассматривать запросы. Но, чтобы не пришлось слушать гимн в пустом зале, спикер решил закрыть сессию побыстрее и вышел на трибуну с итогами работы. Мы смогли пройти шляхом реформ в многих сферах. Были ухвалены надзвичайно важливые законы о реформировании сферы энергетики и коммунальных послуг. Мы продолжили судовую реформу. Мы парламент воюющей краины. И про это надо помнить. Главным достижением назвал принятие бюджета. На этом пятую сессию восьмого созыва закрыли. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Перше в истории украинского парламентаризма спикер тричь из четырех дней закрывает заседание ранее, чем призначенный термин, потому что нет депутатов, нет кому голосовать. На жаль, не может существовать парламент, в котором нет большинства. Мы видим, что стратегия, которая была започаткована в предыдущие годы, продолжается и дальше. И эта стратегия ведет до того, что экономический крах, социальный крах – это сегодня. Тем временем, хор Соколаке продолжил выступление в честь запретия сессии в кулуарах. Но торжество момента разделяли не все. Мол, похвастаться за пять месяцев работы особо нечем. Я не могу сказать, что за эту сессию были какие-то большие гради, но на самом деле не было победы. Единственное, чем я пишусь по своему направлению, что мы все-таки отбили все спроби остановить начало раскрытия декларации посудовцев в интернете. В закладении много механизмов борьбы с коррупцией. Когда будут из них результаты, когда это чувствуют умовно гаманцисты, это вопрос сложное. В этот неделю парламент практически не работал и все общество это видало. Я считаю, что этот парламент должен перебрать. С депутатами уже ничего не сделаешь. Они свой выбор сделали. Кто поехал в Давос, кто в Вашингтон. А вопросы, которые турбуют людей, пенсионеров, социально незахищенных, залишились без розыгрыша. Снова под куполом соберутся 7 февраля. Изменения в бюджет, тарифные вопросы и децентрализацию перенесли на шестую сессию. Но и там по плану за полгода всего 44 пленарных дня. Все остальное время в комитетах и на округах. А еще как минимум месяц каникул. Ольга Рызарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал Интер. Последний день пятой сессии запомнится еще двумя скандалами вокруг Андрея Порубия и Олега Ляшко. Во-первых, руководителя аппарата Верховной Рады и бывшего помощника спикера обвинили в махинациях во время ремонта системы отопления в депутатских офисах. Нардеп Сергей Каплин официально обратился в ГПУ и Государственную аудиторскую службу. По данным журналистского расследования, 4 миллиона гривен из 16 выделенных использовали не по назначению. А вот к Олегу Ляшко нас агентство по предотвращению коррупции проверить недешевые каникулы Нардепа соратникам по партии в Таиланде. Только авиабилеты по данным СМИ стоили Ляшко более 100 тысяч гривен. В Киевэнерго сегодня пытались объяснить, почему столичным жителям приходят счета за отопление с аномальными цифрами. И в числе главных причин космических сумм в платежках назвали холодную зиму. Кроме того, сослались на большие энергопотери, дескать, киевские многоэтажки должным образом не утеплены. Третья причина льготники. Из-за оформления субсидий показания домовых счетчиков снимали в последние дни декабря, а не в 20-х числах, как раньше. То есть сумма за отопление включает в себя весь декабрь и часть ноября. И четвертая причина квартирные счетчики. В Киевэнерго заявили, если владельцы приборов учета не сдают свои данные компании, то за них платят соседи, у которых счетчиков нет. Поэтому пострадавшим рекомендуют обращаться в индивидуальном порядке для проверки показаний общедомовых счетчиков. Когда будут собраны показания по этому дому, естественно, произойдет перераспределение тепла и автоматически произойдут перерасчеты между жильцами со счетчиками и без счетчиков. Житель, безусловно, получит в следующем месяце после съема показаний со стальных квартир автоматическую корректировку, потому что часть тепла будет с него просто снята и откорректированы начисления. Если в квартире есть прибор учета, мы не имеем права выставлять ни по норме, ни по среднему, как это в электрике. И мы обязаны вот то, что остается вот эта геокалория нераспределенная, распределить на тех, у кого счетчиков нет. Я тоже лично считаю, что это дискриминационная норма. А вот ответственность за заоблачные суммы в платежках Киевэнерго переложила на Министерство регионального развития. Дескать, те не внесли поправки в правила предоставления коммунальных услуг, тогда как закон о теплоносителях был принят еще в 2014 году. Киевские власти уже пообещали разобраться в ситуации с космическими тарифами. На официальном сайте мэрии киевлян призвали вызывать представителей жилищно-коммунальной инспекции, которые будут проверять, насколько обоснованной была стоимость обогрева жилья. Тем временем, проект энергетической стратегии Украины на ближайшие 20 лет раскритиковала Европа. Об этом сообщает агентство Интерфакс Украина, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении копию письма Еврокомиссии в адрес Минэнергетики. В нем, уточняют информагентстве, говорится, что проект содержит серьезные недочеты. Например, не учитываются риски прекращения транзита российского газа по территории Украины после 2019 года, реинтеграции временно неподконтрольных территорий и возрастающих угроз кибератак. Есть претензии у еврочиновников и к сценарию экономического развития Украины. Он, мол, всего один, да и тот слишком оптимистический. А это может, по их мнению, привести к завышенному спросу на энергию. Напомню, проект энергостратегии Минуглепром разместил на своем сайте еще месяц назад для общественного обсуждения и уже в первом квартале собирался отправить на утверждение в кабинет министров. Патрулирование шиком. Украинские полицейские, по крайней мере, их часть, вот-вот пересядут на новенькие Митсубиси. Все бы ничего, но экологически чистые кроссоверы обошлись государству в бастословную сумму. Арифметика от МВД в материале наших корреспондентов. Почти четверть миллиона на ровном месте. Еще один экологический кроссовер для украинских полицейских обошелся втридорого. Деньги уже перечислили. Информация об этом открыта на портале публичных средств Едата. Из-за новогодних праздников сайт работал с перебоями, поэтому информация о переводе средств появилась только сегодня. Первыми очередную израду в госзакупках по киотскому протоколу выявили журналист Сергей Щербин и активист Алексей Тамразов. Они провели свое собственное расследование, оказалось, деньги государства снова утекают в щитокарманы. Суммы поражают. Общая разница, исходя из первичной цены, без учета скидки, о которой говорит министр внутренних дел, составляет на всей закупке около 10 миллионов долларов. На каждой машине это около 10 тысяч долларов. В центре противодействия коррупции говорят, такой перерасход бюджетных денег за так называемые киотские машины стал возможен из-за того, что МВД имеет право производить закупки без конкурса. А значит, может быть лишь один продавец. МВС приняло решение для проведения цієї процедуры не за конкурсным выбором, где берут участь два участника, а за переговорную процедуру, где берет участь лишь один участник. На подставе того, через нагальную необходимость, через министерство внутренних справ есть органом, который закупирует определенные товары для потреб антитеррористических организаций. Расследование антикоррупционеров наделало много шума. МВД пришлось отвечать на множество вопросов. В частности, почему же так дорого? Глава министерства Арсен Аваков по традиции отбивался в Фейсбуке. Обещал производители, то есть Митсубиши, сделают скидку в 14 процентов. А значит, место перерасхода бюджетных средств получим 101 дополнительную машину. Но цену снизить не могли, говорят активисты, ведь изменить условия договора невозможно. Должны были заплатить деньги исходя из той цены, о которой якобы договорился министр. Соответственно, часть денег осталась бы у нас в полиции. И на эту часть провести новую процедуру закупить дополнительную машину. Так, как сделали сегодня, это заплатили всю сумму по договору, по которому цена с момента подписания не изменилась. Кому же выгодно, чтобы государство переплачивало? Оказывается, компания, через которую покупали новые авто, тесно связана с Народным фронтом. Кто зарабатывает по пути, зарабатывает вся цепочка. Дилер, импортер, производитель. Когда мы смотрим, кто дилер, кто импортер, то мы видим там не только японские корни, а видим еще и украинские корни. из славного города Черновцы, в том числе, из которого у нас и родился Народный фронт. После того, как покупка дорогущих гибридных митсубищ официально подтвердилась, активисты обещают не спускать это на тормозах и готовят обращение в антимонопольный комитет и прокуратуру. Продолжение следует. Олег Решетняк, Даниэль Косаковский и Сергей Еременко, Кристель Лиси. Подробности телеканал Интер. Полгода со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Следствие до сих пор не установило ни убийц, ни заказчиков этого громкого преступления. Такие выводы делает издание Украинская правда, где работал Шеремет, исходя из ответов нацполиции и генпрокуратуры на запросы журналистов. В нацполиции заявили, расследование продолжается и на данном этапе разглашение сведений негативно повлияет на его результаты. А в ГПУ утверждают, уголовное производство находится на контроле генпрокурора и о ходе следствия систематически информирует президента. В обоих ответах нет реакции на вопрос о том, готовы ли результаты экспертиз, которые проводила ФБР и оказались ли они полезными. Напомню, машину, в которой находился Павел Шеремет, взорвали в центре Киева 20 июля. Журналист получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи. Хочет присутствовать на суде, пусть едет в Украину. Печерский райсуд Киева отказался проводить выездное заседание в России по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича. Об этом сегодня ходатайствовала сторона защиты. Адвокаты эксгаранта аргументируют, такие заседания практикуют в Европе, когда нужно получить показания подозреваемого. Прокуроры же говорят, этот судебный процесс не предусматривает никаких зарубежных воежей. Тогда сторона обвинения попыталась опротестовать даже проведение видеодопроса. Но судьи разрешили. Когда Янукович снова предстанет перед украинскими служителями Фемиды посредством скайп-конференции, пока неизвестно. За хисту не зрозуміло, чому Генеральная прокуратура так наполегливо не бажає отримувати відомості по справі. Йомовірно, тому, що така позиція більш зручна. Вважати, що особи немає і намагатись протягнути шляхом тиску на суд певні негативні рішення. Сьогодні десь 10 хвилин назад наголошено повторно на тому, що дане питання не підлягає задоволеннююся спустим, що воно вже було вирішено. І втретє, одне і те саме питання з'являється в трудной заразі. Тому прошу залишити його позабором. Возле Донецького аеропорта продовжують держати оборону бойці нашей армии. Ті же, кто два года назад отставил позиції в терминале. Как і тогда, бойовики поливають Руїн ДАП. Таким запомнили Донецький аеропорт те, кто держав тут оборону. Прометей командовал обороной в терминале. Теперь народный герой, десантник, кавалер двух орденов за мужество. Помнит ДАП іще целым. Я вже сюди третий раз возвращаюсь за все время. Поменялось все, стану, конечно, вже все развалено. Сколько суток, недель прошло в терминале, Прометей не считал. Самое тяжелое для него было терять боевых товарищей. Никогда сыпется на тебе на голову снаряды, а когда именно гибнут товарищи. Крайние разы бы у нас самая большая потеря была. По точности и мощности огня наши военные всегда знали, когда в бой вступали кадровые российские военные. Зашла группа, как мы знали тогда, российских солдат стояли, и они просто решили отработать по нам всем, чем можно. И тогда в тот день очень хорошо работали снайпера. Мы потом, конечно, дали им прикурить по всем точкам, где были выявлены. Даже спустя два года они буквально по часам описывают оборону Донецкого аэропорта. Байкал заходил в него одним из первых. Мы заходили на закате и проведя ночь в терминале у нас было несколько трехсотых, к сожалению, двухсотых тоже. Но это была очень тяжелая ночь. Выжить в терминалах, где было не укрыться от вражеских пулей и осколков, эту задачу выполнили благодаря опыту и самообладанию. Их невероятная стойкость шокировала врага. Боевики называли их киборгами. Киборг – это живой человек, которого ждут дома. Все мы работали для того, чтобы защитить друг друга, объект, который мы обороняли. Взлетная полоса Донецкого аэропорта стала дорогой жизни для украинских десантников, которые заходили и меняли своих товарищей в терминалах. Главное было проскочить вот несколько объектов, в том числе и пожарную станцию, откуда боевики накрывали военных огнем. Спустя два года наемники снова бьют по уже разрушенной взлетке и целятся по нашим позициям. Вот воронки. Раз. И в этом взлетной полосе видно четыре разрыва. Это нам били со Спартака. Ствольная артиллерия, они бьют со Спартака. Дальше отсюда, то, что видно, это где-то в районе нового терминала, может, в этом направлении. Для защитников ДАПа нынешние атаки боевиков уже не страшны. Главную задачу не допустить посадки вражеских самолетов врага. Они два года назад выполнили. Ирина Поглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Донецк области. Подробности телеканал Интер. Во Львове жители снова заблокировали станцию для прессовки мусора. Говорят, отходы надо вывозить, а не складировать. На какие еще возможно более радикальные методы готовы пойти жители города, если прессовальных станций станет больше, узнавала Галина Якушко. Пылающий бак и палатка это импровизированный блокпост жителей микрорайона Ресное. Люди установили его на территории бывшего завода Сельмаш. Здесь власти планируют запустить мусоропрессовочную линию. Местные жители говорят, не пропустят ни один грузовик с отходами. По задумке местных властей мусор будут прессовать в брикеты. Так, дескать, объем отходов уменьшится в 6 раз. Прессовочную станцию уже установили. Но вот мнение местных жителей, дома которых находятся по соседству, естественно, не спросили. Теперь, несмотря на морозную погоду, несколько десятков человек дежурят здесь постоянно. К ним присоединились и участники АТО. На блокпосту жители ждут мэра Львова Андрея Садового. Но тот сидит в теплом кабинете и записывает все новые и новые видеообращения. Говорит, ситуация в городе критическая, мусорные баки переполнены, вывозить отходы некуда, так что их придется прессовать. И не только здесь, а еще в четырех районах города. Львовяне же уверены, если мэр устроит станции и прессовки в других районах, то блокпосты появятся по всему городу. Активисты готовы пойти на радикальные меры заблокировать Львовскую мэрию. Галина Якушко подробности текла Интер-Львов. Международный канал торговли кокаином перекрыли в Николаеве. Как сообщили в СБУ, наркотики доставляли в Украину из Южной Америки по почте. В Николаеве торговцы перепаковывали посылки и отправляли дальше своим подельникам в Россию. Во время получения очередной партии их и задержали. В оргтехнике обнаружили 420 граммов кокаина. Операцию проводили сотрудники службы безопасности вместе с правоохранителями в Алтавской области. Этим прибыльным бизнесом занимался полицейский. Сбит наркотических веществ он наладил вместе с подельником жителем Пирятина. 26-летний лейтенант не только распространял наркотики, но и сам активно их употреблял, причем старший имел приличный более 10 лет. После окончания специализированного вуза он попал в полицию, где и работал все это время. Наркодилеров задержали, когда они пытались продать очередную партию. Во время обысков изъяли амфетамин. Руководство Львовской таможни отстранили от работы. Такое решение было принято после того, как на взятки поймали исполняющего обязанности замначальника ведомства. Юрий Борисов собирал со своих подчиненных ежемесячную дань, угрожая в противном случае увольнением. Не желая расставаться с должностями, сотрудники, в свою очередь, требовали взятки у тех, кто пересекал границу. Исполняющего обязанности замначальника задержали при получении 15 тысяч долларов от посредника инспектора таможни. О поборах знали все, утверждают в ГПУ, но только сейчас подчиненные отважились дать показания. Безпосредственно он напрямую гроши от подлежных не брал. Он визначал определенную особу, которая также работала на львовской митнице, которая должна была в определенный период обойти весь особенный склад, можно так сказать, и собрать определенную данину. Суммы были разные, были от тысячи долларов, 2000 долларов, 500 долларов, кто сколько вы имел. В Николаеве полиция повторно задержала мажора дебошира. Напомню, в конце августа компания нетрезвых мужчин устроила беспорядки в центре города, тогда напали на таксиста, избили прохожего. Артема Слободяника и его друга Геннадия Симова суд поместил под домашний арест. И вот этой ночью Слободяник снова избил человека, на этот раз собственную жену. Останется ли он на свободе, выяснял Кирилл Ющишин. Вот уже полгода знаменитые николаевские дебоширы под домашним арестом. До сих пор идет судебное разбирательство. Напомню, в ночь на 30 августа двое мужчин затеяли драку возле кафе. Успокаивать их приехало сразу пять экипажей полиции, но дебоширов не задержали, а отпустили домой. В полиции попытались дело замять, но эта видеозапись с места событий появилась в соцсетях. Слышь, ты, свой телефон на очко засунул. Слышь, собрались. Слышь, ты, что я? Что я? Попав в суд, один из участников побоища Слободянник публично каялся и стыдился. Сожалею за то, что так себя вел некорректно, то да, был неправ и вел себя, ну, стыдно за это. Судья поверил в раскаяние и избирал в качестве меры пресечения домашний арест. Но вот, прошлой ночью Артем Слободянник избил собственную жену. Она вызвала полицию. Уйди, б***ь. Сейчас. Артем, не надо лгать меня. Уйди, б***ь. Ты кто такой? Мужчина, вы сейчас... Ты полицейский? Вы проводите хулиганские действия. Мужчина, вы проводите хулиганские действия. Не надо так себя вести. Я вас предупреждаю. Сейчас он будет применяться физическая сила, если есть резьба. Не надо так себя вести. Артем, дайте руки себе. Руку за спину повернул. И... Вы не по полиции? Не... Я буду прожать, что вы не по полиции? Вы сядьте и сидите все спокойно. В этот раз дебошира сразу же заковали в наручники и доставили в райотдел. Но хотя жена и написала заявление о домашнем насилии, Слободянника вновь отпустили. В полиции говорят, мол, за нанесение легких телесных нарушителя под стражу не берут. А по факту сопротивления полицейским дело почему-то не открыли. И к утру Слободянник вернулся домой. Так как раньше Центральным судом было обрано мировозапобежного захода правопорушнику домашний арешт, правоохранцы Ингульского отдела полиции снова поведомляют Центральный суд про скошение повторного правопорушения. И Центральный суд города Миколаева уже будет решать, изменивать или не изменивать мир запобежного захода. Останется ли хулиган-рецидивист на свободе или все же окажется за решеткой? Определит суд. Кирилл Ющичин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. В австралийском Мельбурне автомобиль протаранил толпу людей. Погибли три человека, в том числе ребенок. Еще 20 получили ранения. Четверо находятся в критическом состоянии. Трагедия произошла на людной торговой улице в обеденное время, когда в центре Мельбурна было много местных жителей и туристов. Сейчас движение транспорта здесь перекрыто. Водителя уже задержали. Ранее мужчину подозревали в домашнем насилии. Причины наезда пока неизвестны. Полицейские говорят, водитель намеренно направил машину на толпу, но считают, что с терроризмом нападение не связано. Мужчина намеренно въехал в пешеходов. Мы думаем, это связано с поножовщиной в районе Южного метро. Преступник задержан и уже не представляет опасности для общества. Мы сейчас просим людей избегать поездок в центр города. Расследование этого дела может занять действительно много времени. Серия нападений в парижском метро. В первом случае злоумышленник ранил ножом пассажира в вагоне, затем вышел на станции реки и через полтора часа набросился на человека уже на другой станции. Потом еще раз совершил нападение на пассажира. Полиция ищет преступника. Погибших нет, но все трое получили серьезное ранение. Итальянские спасатели нашли шестерых выживших в отеле, который накрыла снежная лавина. На месте трагедии продолжаются работы. Есть ли шансы на спасение других в нашем сюжете? Спустя полтора суток после катастрофы, когда надежды почти не оставалось, спасатели нашли уцелевших. Из-под завала вытащили этого мальчика и его маму. Им повезло. В тот момент, когда сошла лавина, они были на кухне отеля и не пострадали. Шесть человек сегодня были найдены живыми. Работа продолжается. Это действительно чудо. Оно вдохновило наших спасателей. Бригады прилагают все силы. Думаю, там еще есть люди, которых можно спасти. Спасатель Марко Бинни – один из тех, кто первым обнаружил выживших. Люди выжили благодаря тому, что внутри отеля образовался пузырь воздуха. Найти их было очень сложно. Приходится не только работать в разрушенном здании, но и брать в расчет последствия лавины. Это как землетрясение в снегу. Очень трудно описать. Спасатели уверены, найти выживших возможно, но для этого нужно быть очень осторожными. Часть здания, где могут быть люди, в любой момент может рухнуть под тяжестью снега. Когда лавина в итальянском регионе Абруццо накрыла фэшенебельный отель, внутри находилось 34 человека. Среди них четверо детей. Поток снега и камней буквально раздавил большую часть четырехэтажного здания. Сейчас на месте работают 50 спасателей, но ситуация сложная. Представьте, эта лавина длиной более 300 метров, глубина снега более 5 метров, но мы все равно надеемся спасти людей. Сейчас очень сильный ветер. Операция проходит в тяжелых условиях. Несмотря на то, что время и погода не на стороне спасателей, Италия, а вместе с ней и весь мир, не теряет надежды. Ольга Теребинская, Наталья Феоктистова. Подробности. Телеканал Интер. Такими были подробности этого дня. Далее в нашем информационном вечере небольшой перерыв, после которого встречаемся в студии политического ток-шоу «Черное зеркало». Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова